добрый день дорогие львы это наш первый таро прогноз на нашем канале и будет ли он иметь продолжение будет зависеть от ваших отзывов а сейчас давайте посмотрим что же ожидает вас львы в марте 2018 года и первая карта покажет нам общий фон месяца на март для вас львы на общий фон месяца вам выпала карта четверка жезлов еще эту карту называют владыка завершенных трудов львы это очень счастливая карта эту карту можно было бы назвать сад посмотрите четыре жезла на переднем плане они украшены гирляндами цветов и они образуют вход в прекрасный сад и там видны мужские и женские фигуры в легких платьях которые приветствуют вас а на заднем плане вы можете видеть прекрасный дворец четыре угла символизирует все темы недвижимости и основные значения этой карты это благожелательность процветание это заметный и заслуженный отдых успех признание отличная обстановка это приход счастья львы и значит мы с уверенностью можем сказать что весна несет вам гармонию львы равновесие и вы будете наслаждаться результатами своего труда в марте вы будете отдыхать смотреть мир и это то время когда вам не грозят никакие неприятности и затруднения трудности ваши уже позади вас в марте вы сможете расслабиться и наслаждаться жизнью львы для многих львов эта карта означает что у вас уже есть или вы можете найти если не поленитесь и оглянитесь вокруг хороший дом для себя хороших друзей вы можете найти для себя львы место покоя где вас ожидает радость эта карта дает нам благоприятный фон на весь март для вас и львы это когда проект достигает удачной стадии развития это будет самое время для вас и львы отпраздновать это событие возможно кто-то из львов начнет в марте подумывать о том чтобы купить для себя дом или обзавестись хозяйством потому что все что будет связано с сельской местностью будет очень удачным для вас и львы в марте вы сможете насладиться первыми плодами ваших трудов и у вас будут удачно решаться все проблемы и все вопросы это хорошее решение хозяйственных вопросов это время для вас хорошо для свивания своего гнездышка львы если у вас есть отношения то эта карта показывает что они находятся в устойчивой фазе это когда люди пожинают первые плоды своей совместной жизни приобретают жилье или это может быть рождение детей совместные поездки совместные удовольствия это почти чувство облегчения это означает львы что вы переживали трудные времена а вот это время когда ваши проблемы внезапно разрешаться и вы сможете отдохнуть но карта советует вам отдыхать непросто отдых должен быть активным во время этого отдыха вы должны сделать анализ того опыта который получен для вас если ваш отдых будет пассивным то откроется обратная сторона этой карты и вы погрузитесь в стагнацию восстановку в развитии львы потому что здесь речь идет о жезлах а жезлы обозначают действие следовательно львы ваш отдых тоже обязательно должен быть активным и действенным это такой отдых когда не просто праздное времяпровождение а вы можете заниматься любимым делом тратить время на свое хобби или на свою семью вот мы говорим сейчас о таком отдыхе вы можете наслаждаться полной свободой в этот период и снять с себя ответственность львы возможно назвать в марте счастливчиками по этой карте и для кого-то из львов это будет в прямом значении вдруг у львы вас может посетить такое везение какая-то неудачная удача но больше всего львы большинство из вас будут именно успешно завершать начатые ранее дела таким завершением может быть что угодно это может быть окончание учебы для кого-то из львов это может быть помолвка для кого-то из львов кто-то из львов написал диссертацию защитил это может быть успешная реализация какого-то проекта эта карта она указывает на венец того к чему вы уже приложили усилия и немало усилий кто-то из львов может успешно закончить свою поездку и возвратиться домой и тогда эта карта показывает о встрече и воссоединении с близкими людьми и радости у вас или вы в марте будет возможность на время чтобы вы остановились чтобы вы оценили свои прошлые труды чтобы вы отдохнули перед началом нового этапа нового пути своего саморазвития и не забывайте не отдавайтесь в этот период лени поскольку тогда она не позволит вам пройти урок этого аркана вам нужно правильно и адекватно оценить свои достижения вы и насладиться ими в марте львы вы будете притягивать к себе людей которые будут полностью соответствовать именно вашим вибрациям как правило такие люди дополняют нас они делают нас целостными еще эта карта может показывать людей которые стали внезапно богатыми и они еще даже не успели освоиться с этим они не успели к этому привыкнуть и она показывает стабильность и финансовое благополучие в марте это абсолютно позитивное решение вопросов с вложениями со спонсорской поддержкой львы у вас придет такой материальный взгляд на жизнь и вы будете делать львы расходы на себя на свои желания и будете наслаждаться такой общей ситуации процветания и комфорта в марте когда выпадает эта карта это означает что у вас успешно будут решаться жилищные вопросы потому что значение этой карты это хороший дом это отличное место для жизни 4 жезла на карте соотносятся с четырьмя углами дома поэтому возможно что кто-то из львов приобретет недвижимость или какой-то участок что касается здоровья львы эта карта показывает что в марте у вас будет очень хорошее здоровье у вас будет хорошая физическая форма если кто-то болел то это будет успешное выздоровление а вот для девушек львов эта карта может показывать беременность или роды это может быть прибавление в семье по этой карте марта будет замечательный месяц и он будет обещает для вас много развлечений львы удачные поездки это будет месяц реализации задуманного и громких побед львы и у вас не будет недостатка в шумных компаниях главное не лежите сами на диване действуйте ходите гуляете очень хорошо если этот месяц львы вы проведете под знаменем семьи вместе со своей семьей это даст вам массу поводов для радости и поможет обрести вам силы карта рекомендует вам действовать карта рекомендует вам наслаждаться каждой своей победой пусть даже маленькой победой и советует вам насладитесь роскошью это роскошь человеческого общения с вашими друзьями с вашими близкими львы проявляйте гостеприимство сами и карта советует вам действовать можно даже немножко отдохнуть но нельзя впадать в лень жезлы никогда не терпит бездействия и у вас львы все будет получаться в марте если вы будете верить в себя и в свое окружение вторая карта покажет нам работу и бизнес марте месяце для вас и львы и вторая карта нам выпала старший аркан повешенной а это стадия такого времени когда у вас будет передышка когда человеку дают передышку львы между такими значительными для него событиями и человек начинает пребывать в неопределенности в таком подвешенном состоянии словно вся его судьба замирает в невесомости это период застоя период задержек это значит что в работе вас ожидает в марте львы период зависания но это необходимый для вас период вам нужно понимать это старший аркан значит эта тема очень важна для вас в марте это означает что ничего на работе происходить особенного не будет это будет такой неспешный период обучения кто-то из вас будет очень кропотливо работать но результатов он сейчас марте не увидит эти все результаты будут позднее львы обычно когда такая карта выпадает на работу то возможно что многие львы не чувствуют себя счастливыми на своей работе они недовольны возможно своей профессии еще эта карта может вам показывать что кто-то из вас и львы на своей работе чувствует себя таким козлом отпущения или знаете когда человек без вины виноваты на которого всегда вешают всех собак это могут быть у кого-то выговоры разговоры сплетни за вашей спиной но иногда эта карта может указывать на то львы что вы можете принести себя в жертву или уже приносите себя в жертву ради своей работы ради своей профессиональной деятельности и вы приносите в жертву свое здоровье вы недополучаете деньги которые по праву вы должны были бы получить кто-то из львов даже может переживать свою работу как тяжелую где он не видит никаких перспектив в будущем она вот ему не несет успеха не сейчас и он думает что она ему не будет приносить успеха в будущем для бизнесменов львов такой аркан это сразу же совет начните осваивать новые области бизнеса у вас вся ваша деятельность подвисла вам нужно практиковать новую тактику искать какие-то новые нестандартные решения потому что первое значение этой карты это стагнация замедление всех дел для кого-то возможно незначительное замедление а для кого-то это вообще может быть полностью остановка всех дел это когда ваш проект зависает когда львы и вас обещали повысить и не повысили и замолчали и больше ничего не происходит когда вы хотели перейти к новому делу но почему-то вам никак не удается всегда какие-то препятствия возникают на пути и все ваши важные планы натыкаются на какие-то препятствия и такой застой он может наступить неожиданно он может начинаться с таких мелких неурядиц вы даже не придаете им вначале значения но потом их накапливается столько много что вы уже замечаете эту потерю темпа и тогда уже не ваше упорство даже силовые методы вам больше не помогут единственный выход тут из такой ситуации львы вы должны осознать что вы зашли в тупик и когда вы это поймете то вы действительно будете готовы перестроиться переучиться и ваши проблемы начнут решаться это старший аркан как я говорила и это значит львы что этот урок для вас очень важен это очень важный период для переосмысления переосмысления чего-то в вашей работе или вашей деятельности карта хочет передать вам львы что сейчас будет самое подходящее время для того чтобы вы приостановили все свои действия вам просто нужно пересмотреть свое отношение кому-то нужно переучиться пересмотреть свои цели свои приоритеты и не свернуть с пути духовного вам даже может казаться что время будет тянуться медленно львы и чтобы будете жить такой как замедленной съемки это для вас настал такой период испытаний но этот период необходим для вас он необходим для усвоения каких-то уроков львы вы будете переживать этот переходной период но вы будете осознавать что вы застряли на на полпути от старого к новому но вы сами способны львы чтобы самоотверженно заняться значительным проектом или каким-то воплощением в жизнь своих желаний перед вами открывается такая уникальная перспектива в марте которую другие люди попросту не понимают или могут не оценить возможно что вы сами должны отпустить что-то из своей жизни или принести что-нибудь жертву для того чтобы достичь своей цели и кто-то из львов решит присоединиться к такой группе людей которые тоже прошли эти жертвы вам нужно отказаться от старого чтобы расчистить дорогу новому львы для этого необходимо время время когда вы обдумываете отдыхаете созерцаете расслабляетесь размышляете и потом это время окупить себя эта карта требует от вас чтобы вы львы добровольно пострадали от какой-либо потери или сами пожертвовали каким-то удовольствием ради достижения своей цели и чем выше ваша цель тем больше должна быть жертва львы если вы заплатите цену то цель вы достигнете вот в это трудное время нужно только помнить что жертва должна быть добровольной львы или вы платите эту цену или вы пожертвуете своей целью одно из двух и жертва должна была при должны в эту жертву извините принести не для других людей не другим людям эта жертва должна быть для вас это ваш выбор и вас тогда ждет награда вам важно понять что это вы делаете этот выбор добровольно и ваша цель этого стоит и жертвы и цели могут быть любыми это может быть физические интеллектуальные духовные но какова бы ни была ваша цель вы должны пожертвовать своими детскими или какими-то эгоистичными иллюзиями львы для того чтобы сбылась ваша зрелая мечта в вашем сознании тоже нахуй будет кризис эта карта показывает что в марте ваше сознание тоже перед переживает кризис вы слишком долго цеплялись за что-то львы вот теперь пришло время что вы увидели что как раз это и было для вас самой большой помехой и в этом заключается великий смысл этой карты если из львов кто-то долго болел или кто-то долго был без работы то именно вот это давит на него и будет давить до тех пор пока он сам не перестроится пока он сам не не переучится не научится смотреть по-новому на мир или не научится каким-то новым занятием новым условиям если вы львы уже придете к выводу что вы зашли в тупик вы поймете это но пока вы еще не нашли в чем вы ошиблись или за что вы цеплялись раньше слишком долго то помочь вам может только обретение мира в душе и терпеливое самосозерцание как на этой карте если вы сможете рассмотреть свои проблемы и проанализировать со всех сторон как следует то вы рано или поздно придете к познанию и пройдете этот урок я надеюсь львы что вы быстро пройдете этот урок третья карта львы покажет нам любовь и личные отношения в марте и вам попадает прекрасная карта это тос пентакля тос пентакли посмотрите на эту карту на этой карте изображена рука которая выходит из облаков и эта рука держит огромную монету на этой монете есть изображение пятиконечной звезды и мы можем видеть что эта монета явно золотая она очень большая она выглядит просто даром с небес потому что мы не видим человека который нам ее дает мы видим только его руку также на этой карте изображен красивый ландшафт вокруг ровной широкой дороги которая ведет к вратам а за вратами виднеется очень богатая природа и эти врата открывают для человека новый мир эта карта считается самой лучшей из всех младших органов она говорит вам львы что в марте вас ожидает счастливое время благосостояние и благосклонность фортуны к вам и всегда эта карта указывает нам на какие-то конкретные блага вы будете чувствовать себя просто баловнем фортуны львы это когда вы будете испытывать полное удовлетворение благополучие довольство счастье счастье такое которое понимается в самом земном смысле такое продолжительное счастье прочное и прочные чувственные отношения вас не будут покидать весь март месяц львы вы будете ощущать устойчивость безопасность вы будете уверены в себе и в своей в своем будущем по этой карте можно сказать что все есть и все будет это положительный и ценный опыт и за что человек бы не взялся при этой карте у него все будет получаться жизнь как прекрасный ухоженный цветущий сад который полон стабильности полон надежности львы и тем не менее туз пентаклей как и любой другой туз говорит нам о том что вы львы получите обязательно новый опыт и в данном случае этот опыт будет в сфере материальной реальности и получать вы его будете через достаток через обильный доход через процветание львы вместе с материальными благами вы обязательно приобретете что-то ценное в духовном плане львы и вам это поможет научиться и извлекать из всего пользу еще у этой карты есть одна такая особенность когда выпадает эта карта она нивелирует все негативное влияние любых арканов которые выпали рядом с ним даже плохих старших арканов а значит что карта которая была до этого повешенной она нивелируется практически вы почти что не почувствуете этих перемен на своей работе туз пентаклей дает вам шанс шансы львы создать прочный и глубоко душевный союз часто когда выпадает эта карта она нам предвещает что-то новое это может быть какое-то новое ни с чем не сравнимое знакомство и для вас откроются новые возможности львы они могут открыться для кого-то в старом привычном союзе этот союз может стать теперь настоящим благом для обоих партнеров туз пентаклей будет учить вас львы максимально использовать свои материальные блага для того чтобы вы получили богатый духовный опыт вы должны доказать себе львы что материальное благосостояние нисколько не является препятствием на пути духовного развития вы должны понять что такое счастье счастье это ощутить безопасность осознать устойчивость собственного положения львы вы должны научиться отдавать и приобретать взамен материальные блага чувственные эмоции для вас сейчас жизнь будет выглядеть как цветущий сад но этот сад львы требует ухода соответствующего ухода и эта карта говорит что для этого основной базой это являются прочные душевные отношения и в ваших отношениях появится какая-то новизна львы скорее всего что это может быть наступить какой-то новый период который возродит вашу страсть он может возродить ваш романтизм какие-то былые чувства можно сказать что по этой карте ваш союз получит второе дыхание он будет наполнен самыми яркими эмоциями львы партнеры в таком союзе не обременяют друг друга материально в их отношения вообще не вмешивается быт им ничего не мешает наслаждаться обществом друг друга у них все есть для кого-то кто находится в поиске эта карта может обозначать новый союз и этот союз будет выглядеть очень перспективно она может говорить о счастливом медовом месяце в настоящий момент а также о крепких устойчивых отношениях в будущем туз пентаклей описывает плотскую любовь и как полагается всем тузам он говорит об очень высокой сексуальности фактически львы тут речь идет о очень мощной энергии которая соединяет людей вместе вот эта карта показывает что там существует очень сильное физическое влечение и обладание друг другом которые приносят людям счастье для львов которые находятся в поиске эта карта обязательно сулит приход новых отношений таких отношений которые в будущем вероятнее всего закончится для вас браком совет аркана вам львы карта рекомендует вам львы вздохнуть в полной груди наслаждайтесь жизнью во всех ее проявлениях у вас нет сейчас необходимости беспокоиться о своем материальном благосостоянии оно устойчиво и надежно лучше трансформируйте материальное в духовное львы например путешествуйте исследовайте что-нибудь новое для себя и повышайте свой культурный уровень четвертая карта совет вам от карт таролевой на март месяц и вам выпала карта старший аркан колесница ну что ж дорогие львы этот аркан хочет сказать вам что жизнь не стоит никогда на месте когда выпадает этот аркан все вокруг вас начнет меняться всеми мельными шагами может произойти огромный скачок вперед это преодоление всех препятствий такой уверенный прорыв по ней открывается второе дыхание на любой дистанции эта карта символизирует успех победу победу которая добыта с помощью упорного труда или прилежания львы это может быть не только победа над врагами это победа над обстоятельствами победа в сражении с препятствиями яркан колесница всегда считается особым знаком судьбы он приобретает особенную важность это значит что все дела даже которые были безнадежными львы обязательно осуществятся у вас произойдет переход из одного состояния в другого и если даже был такой период времени который заставлял вас тормозить топтаться на месте то появление этой карты это для вас радостная весь это значит что все заканчивается жизнь наполняется новой силой причем это не будут фантазии а это будут реально продуманные планы энергичные практические действия львы скоро вашей жизни произойдет какое-то событие которое способно поднять на новую ступень успеха также как боевая колесница который уничтожает вражеские силы так и колесница таро она символизирует победу над всеми кто против вас львы и здесь нет каких-то али элементов которые враждебны один другому их можно примирить и заставить работать вместе здесь такие силы задействованы которые враждебны одна с другой по своей природе львы это добро и зло это положительное и отрицательное это когда правда и ложь против друг друга в некоторых случаях они могут быть факторами внутри вас львы и вы обязательно должны заставить их работать вместе эта карта требует от вас прогресса требует самообладания ясного видения и готовности действовать в любой момент львы потому что жизнь это вызов жизнь это приключение уравновестия свою внутреннюю вдохновенную мудрость львы и свой мирской опыт и ваше путешествие по жизни будет очень плодотворным очень полезным счастливым и радостным удачи вам львы вот